Мы приветствуем всех, кто в эту минуту смотрит Универньюз в студии Адели Шамилова. И прямо сейчас мы расскажем о самых ярких событиях студенчества, какими их увидели мои коллеги. Итак, главные темы дня. Только современные традиции и только творческое саморазвитие личности. В Казанском федеральном обсудили проблемы педагогического образования. Идею в жизнь. Молодые инноваторы могут рассчитывать на умника. Становись журналистом с молоду. Школьники-елабыги узнали, каково работать в средствах массовой информации. Игра, в которой пульсирует мысль в режиме постоянного цепнота. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета сразились в товарищеском матче. В Институте психологии и образования Казанского университета прошла конференция, посвященная проблемам педагогического образования. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете. Педагог-учитель. Он играет огромную роль в процессе формирования личности подрастающего поколения. Поэтому проблемам педагогического образования уделяется очень много внимания. В Институте психологии и образования Казанского университета прошла Всероссийская конференция «Андреевские чтения», посвященная памяти профессора КФУ, академика Российской академии образования Валентина Ивановича Андреева. Он является родоначальником педагогической школы творческого саморазвития личности. Валентин Иванович организовывал ежегодную конференцию, начиная с 92-го года. И мы, когда были аспирантами, в 97-м году начали принимать участие и каждый год участвовали в этой конференции, которая ежегодно проводилась в нашей кафедре. И сегодня эта традиция продолжается. На конференции обсудили современные концепции технологии педагогического образования в контексте творческого саморазвития личности. Тема моего доклада будет посвящена диагностике эффективности интерактивных занятий в ВУЗе. Интерактивное обучение сегодня определено как приоритетная тактика и стратегия университетского образования. И мы как раз сегодня хотим представить полученные нами результаты. На конференции собрались коллеги, ученики академика Валентина Андреева, которые продолжают развивать идеи его научной школы – педагогики творческого саморазвития конкурентоспособной личности. Андреевские чтения смогли объединить всех, кому интересна эта тема. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Мечтаете реализовать свою инновационную идею? Есть перспективная задумка о проекте, но не знаете, с чего начать? Программа «Умник» готова предоставить грант в 500 тысяч рублей для молодых инноваторов. Все подробности смотрите в сюжете Елизаветы Евтефеевой. 24 марта состоялся телемост основателем фонда «Содействие и инновациям», ныне советником генерального директора фонда Иваном Бортником. На встрече присутствовали около 20 ребят – победители Всероссийской олимпиады школьников по различным направлениям. С их плечами уже есть опыт общения с наукой, и теперь есть возможность построить свой бизнес научной составляющей. С чего начать и на что обратить внимание? Фонд «Содействие и инновациям» является первой отправной точкой лифта. Он выполняет посевную функцию, чтобы взращивать молодых талантливых ребят-носителей новых знаний, нацеленных на создание нового продукта. Иван Бортник подробно объяснил ребятам условия участия в программе «Умник». Это возможность получить грант 500 тысяч рублей для молодых инноваторов от 18 до 30 лет. Подать заявку на участие вы можете на сайте фонда «Содействие и инновациям». Широта направлений инновационных проектов охватывает IT, медицину будущего, материалы, приборы и био. Встречу продолжил генеральный директор технопарка «Идея» Сергей Юшко. Он рассказал о возможных вариантах реализации бизнес-идей студентов на территории технопарка, а также детально разъяснил каждый этап подготовки и участия в программах фонда «Содействие». Кроме того, на базе КФУ была создана межвузовская школа инновационного стартап с целью максимально эффективной подготовки ребят к участию в программах фонда. Герои нашего следующего сюжета еще совсем юные, но уже точно знают, кем хотят работать. Каждый из них видит себя на месте телеведущего и уже детально изучает чужие тексты. Но это только пока. Вот-вот сотрудники пресс-центра научат ребят писать свои. Возможно ли стать корреспондентом или телеведущим? С самых юных лет узнаете прямо сейчас. В рамках занятий школы юного журналиста, которая была организована в Елабушском институте КФУ, школьники Елабуги получили возможность побывать в роли телекорреспондента и ведущего. В течение трех дней сотрудники телестудии и пресс-центра учили детей писать тексты и сценарии, брать интервью и не бояться камеры, снимать тематические репортажи, ток-шоу и ролики на YouTube. Задумчивая почесывая затылок, каждый уже размышляет о том, каким он станет ведущим новостей. Сегодня учились в школе журналистики. Мы приняли участие в создании телепроектов и были впечатлены работой профессионалов. На образовательных мастер-классах ребятам рассказали о том, как на практике строится работа пресс-службы, какими навыками должен обладать официальный представитель образовательного учреждения и как наладить партнерские отношения с представителями СМИ. Также для школьников была организована экскурсия в студию Елабурской службы новостей, где ребята познакомились с опытными журналистами и понаблюдали за процессом создания новостного выпуска. Мне очень все понравилось. Мы посидели несколько телестудий, побывали на мастер-классах, узнали новые понятия, такие как стендап, интершум. Довольно актуальным для детей стал тренинг по развитию лидерских качеств от ведущего специалиста Центра психологической помощи образовательного процесса Ирины Талышевой. То есть лидер, когда он ведет за собой, он должен понимать, что на нем лежит ответственность. Правда? Уникальность школы заключается в том, что и теорию, и практику преподают действующие журналисты, операторы и редакторы. Уже осенью организаторы планируют расширить аудиторию слушателей и подготовить целый курс интересных встреч, мастер-классов и лекций. Адель Шмилова, Диана Алмагомбетова, Денис Сипайлов, Универ-Ньюс. 26 марта в спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по волейболу сборной института вычислительной математики и информационных технологий с преподавателями и сотрудниками университета. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В воскресенье 26 марта в спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по волейболу между сборной и в МИК с преподавателями и сотрудниками Казанского федерального университета. Я хочу сказать, что Казанский федеральный университет всегда являлся и являет флагманом, лидером студенческого спорта и в частности студенческого волейбола. Вот такие яркие, красочные, зрелищные мероприятия, они способствуют на поляризации волейбола в нашей институте и среди студенческих. Открытие матча началось в Лошмобе. Студенты университета продемонстрировали все свое мастерство в самых различных видах спорта и выполнены на глазах сотни студентов нормы ГТО. Стоит отмечать, что такое весеннее соревнование между преподавателями и студентами проходит в первый раз. В этот день стерлись границы отношений преподавателей и студентов. В зале ощущалась атмосфера сплоченности. Преносит преподаватели и студенты по волейболу. Очень хорошо, когда и преподаватели, и студенты, так сказать, измеряют свои возможности в этом виде спорта. Я сегодня, когда смотрю, переживаю, конечно, за студентов больше. Преподаватели, по-моему, более опытные. Я провела опрос и действительно большое количество болеет за сотрудников. Такие мероприятия действительно очень нужны. Они способствуют формированию сплоченной, дружной семьи Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет всегда являлся лидером флагмана спортивного движения, студенческого спортивного движения. И он еще раз показал, как можно организовывать прекрасные, яркие спортивные праздники. В частности, игра волейбола. Всего матч прошел в три партии по 15 очков. Первая партия со счетом 15-10 в пользу и в МИД. Во втором 15-18 в пользу преподавателей. И финальной партией 15-10 в пользу студентов. Победу одержала команда Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Мы первые! На этом наш выпуск подошел к концу. Не переставайте смотреть университет и следить за развитием событий из жизни Казанского федерального. И помните, мы видим все. До новых встреч!